Сегодняшняя лекция очень простая, она скорее очень вводная. Хочется, чтобы мы посмотрели друг на друга, поняли, что нам нужно делать дальше, что нас ожидает в ближайшее время. Немножко поговорим про Java совсем чуть-чуть сверху, плюс поотвечаем на вопросы, позадаем их друг другу. Со следующей неделе уже будет лекция в районе 100 слайдов, она будет большая, жесткая, с кучей разных нюансов. Сегодня мы еще, так сказать, втягиваемся в процесс, а в следующей неделе он будет уже на полную работать. Итак, значит, сегодняшний план лекции мы, как подобает всем людям, которые учат языки программирования, напишем Hello World. Надеюсь, как оказалось, что очень много людей, поднявших руки, наверное, должны были это делать, но для тех, кто... Я могу спросить тех, кто не знает Java, наверное, люди не поднимут руки, поэтому для тех, кто не знает, мы это напишем сегодня, потому что это очень важно, чтобы со старта вообще люди начинали писать какой-то код. То есть, смотрите, на самом деле курс полезен для начинающих и для средних ребят, которые разбираются в Java. В прошлом году мы делали два вида домашних заданий, базовая версия и усложненная версия. Люди, которые знали Java, они делали усложненную версию, им было довольно интересно, а люди, которые не знали, делали базовую версию. И очень важно, что если вы понимаете, что вы где-то не тянете, или вы что-то, не знаю, что-то не получается, подходите ко мне, потому что цель этого курса не научить тех, кто уже умеет что-то большее, а тех, кто вообще ничего не умеет, либо умеет чуть-чуть научить прям довести их до людей, которые как-то более-менее знают. Поэтому очень важно, если вы не знаете, писать код, задавать вопросы и так далее. Потом поговорим немного про саму Java, что это вообще такое. Чуть-чуть сверху коснемся байт-кода и GVM, ну и попишем пару примеров. Начну я, продолжим на доске, кто-нибудь из вас, кто ничего не знает и кто хочет чему-нибудь научиться. Ну погнали, давайте напишем код. Наверное, буду писать его я для старта. Напишем на моем ноутбуке, чтобы было прям поинтереснее. Итак, для того, чтобы написать Hello World, нам нужно начать собственно объявление нашей всей программы. Давайте начнем писать. Значит, в первую очередь мы объявляем такой идентификатор в Java программе как Public, означающий, что то, что мы пишем, это общедоступный класс, общедоступная программа, которую могут использовать все. Дальше мы объявляем собственно сам класс, который мы хотим написать, ну и дальше его название. Вот вопрос, почему нужен класс, это на самом деле довольно важный вопрос. Вот в Java так принято, что весь код, который вы пишете, должен всегда быть в рамках какого-то класса. Вот в C++ те, кто знает его, это так или нет? Аж как там можно писать? Да, вот в Java нет, в Java принципиально другой подход, и это на самом деле соглашение с точки зрения разработчиков, что нужно весь код, который есть, объединять в класс. Дальше открываем фигурные скобки. Что нужно сделать дальше? Да, на самом деле для того, чтобы нам потом работать с этой программой, нам нужно некую точку входа, которую бы кто-то понимал, что вот типа мы должны исполнять именно этот кусок кода и его запускать. Давайте объявим этот метод, он называется public static void main. Собственно, мы его объявляем также вообще доступным, чтобы его кто-то мог запустить. Дальше мы пишем, что это static. Static означает то, что... А кто знает, что такое static? Вот на передних... Не, ну кто-нибудь оттуда есть? Кто-нибудь, кто знает? Ну, давай. Потому что можно обращаться с объектом, а недострественно... Вот это? Не создавая объект... Еще варианты? Ладно, хорошо. Да, на самом деле static означает то, что мы можем обращаться к этому классу без создания его экземпляра. Об этом поговорим чуть попозже, в других лекциях, но это очень важная структура для того, чтобы сделать точку входа. Дальше мы говорим, что она не возвращает ничего, тип данных void. Дальше мы пишем ключевое слово main, которое означает точку входа, и в ее аргументы передаем string args. Вот на самом деле, в отличие от C++, у нас не может быть здесь string написан с маленькой буквы. Потому что в Java стринга с маленькой буквы нет. Он у вас даже не скомпилится. И вот поначалу тех, кто не умеет писать код на Java, это может быть большой проблемой понимания того, где на самом деле не работает. Дальше мы указываем аргументы, которые принимает наша программа. Вот в C++, те, кто знает, нам нужно это писать или нет? Что еще раз? Еще раз. Что значит на выбор? Ну, мы можем так, если нам нужно будет подгонять эту команду. Да, на самом деле, в Java. В Java нет. Чего? Так почему? Соглашение какое-нибудь. Ну да, хорошо. На самом деле, соглашение того, что у нас всегда, независимо от чего, точка входа в программу, написанную на языке Java, это public static void main с аргументами, которые в стринге. А почему именно аргументы в стринге? Почему нельзя сделать int или даблы? Ну, стринг более универсальный. Что значит более универсальный? Ну, мы можем что угодно писать. Да, на самом деле, в стринг мы можем передать более-менее все, что угодно. Вот, поэтому именно стринги. Да, собственно, для того, чтобы нам... Для того, чтобы дальше нам что-то распечатать, мы пишем system out println и заветное... Да, отлично. На самом деле, как здесь можно было заметить, имена классов мы пишем с большой буквы, да, а имена методов пишем с маленькой. Вот, допустим, метод printl, это метод, который печатает строку с переносом, вот он напишен с маленькой буквы. Вот, а hello world у нас написано с большой, точнее даже не с большой, а он состоит из двух частей. Hello world, каждый из которых это слово написано с большой буквы. Это тоже соглашение в рамках языка программирования означает... Этот формат описания классов, методов и так далее называется camel case. Это говорит следующим образом, что мы пытаемся назвать методы таким образом, чтобы они были понятны, чтобы они... Методов и классов, чтобы, допустим, в рамках класса, когда мы называем его каким-то именем или несколькими словами, мы каждое отдельное слово пишем с заглавной буквы. Некоторые ругаются, почему названия в Java вот такие вот, но зато их можно на самом деле очень удобно и понятно читать. Вот, на самом деле нам никто не мешает написать здесь A или там B, но в целом всегда нужно давать названия своим там классам, методам и так далее, абсолютно понятные, чтобы другие люди их могли пользоваться. Супер. Так, хорошо, значит, теперь, получается, мы написали программу, вот, и что нам нужно сделать с ней, чтобы запустить? Да, супер. На самом деле здесь есть один момент. Нам нужно, во-первых, сохранить один очень важный момент, которого нет в других языках программирования. Это нам нужно сохранить наш класс с именем helloWorld.java, и он должен всегда совпадать с классом, который написан внутри. Вот, если этого не будет, то Java его не скомпилирует, и вы с ним ничего не сможете сделать. Давайте, давайте мы сохраним его. Так, сохраним его, сохраним. Здесь мы уже его сохраним. Угу, 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 угу. Супер. Теперь, вот, у нас даже подсветило. Да, отлично. Теперь, на самом деле, дальше. Вот мы написали программу. Что нам делать с ней вообще в целом? У нас есть код, который что-то делает, теперь его необходимо научиться запускать. И здесь есть некоторые нюансы, которые тоже мы постараемся обсудить. Сам по себе Java – это довольно стандартизированный язык на равне C, C++, который имеет разное количество реализаций, разное количество компиляторов, интерпретаторов и так далее. И мы в рамках курса будем использовать только то, что относится к корокловской реализации. Вы можете в целом взять любую другую, и оно в целом тоже будет работать, но в рамках установки возьмите вот то, что есть на сайте, установите себе, и мы начнем, собственно, компилировать уже сам код. Собственно, что нам нужно для того, чтобы скомпилировать? Значит, в Java есть несколько, так сказать, подпакетов, под структур, которые необходимы для того, чтобы работать. Вот, например, одна из них – это JDK, которая расшифровывается как Java Development Kit, это история чисто про разработчиков, ну, про все. То есть это огромный здоровый пакет, где содержится все, что нам нужно для того, чтобы работать технически с Java. Там и компилятор, там и виртуальная машина, там и куча разных библиотек и ресурсов, которые позволят нам писать код. Вот. Но, как мы знаем, на самом деле, не всегда, когда мы работаем с Java, ну, например, не знаю, вы скачали какое-то приложение где-то, вам для того, чтобы его запустить, вам не всегда нужно скачивать весь пакет разработчиков, что-то с ним делать, развертывать, чтобы просто программа заработала. Поэтому, ребята, Sorokla выпускает вторую историю, которая называется JRE, Java Rattime Environment. Она сильно усеченная относительно JDK, она гораздо меньше весит, и она нужна только для того, чтобы запускать тот код, который вы пишете, не только там, типа, вам как разработчикам, но и людям, для которых вы это пишете. Ну, например, там, простая история с тем, чтобы писать, не знаю, там, десктопное приложение на Java, вот, потом давать людям его, чтобы оно работало, для этого вы там в свою программу допихиваете JRE, у вас там вырастает сразу размер, вы даете пользователю, он запускает, у него все работает. Если вы этого не сделаете, оно просто не запустится. Но и JDK давать ему тоже не нужно, потому что размер будет гораздо больше. Вот, ну, собственно, да, нам нужно, тут, да, немножко уже устаревшие слайды, сейчас есть Java 9, вы можете влёгкую скачать её. Здесь вот написано про Java 8, что в целом тоже удовлетворяет всем тем вещам, которые мы будем делать. Итак, давайте поговорим немножко вообще о самом языке Java. Java изначально, когда разработчики придумали этот концепт, помимо того, что мы там, типа, один раз пишем, кучу раз, кучу в разных местах запускаем, было ещё предположение того, что Java будет встраиваемым языком программирования. Что это значит? Что мы будем использовать Java для того, чтобы, не знаю, программировать под компьютеры, программировать там под микроволновки, программировать там под мобильные телефоны и так далее. И вот получается, что когда на старте заложен такой концепт, в дальнейшем мы не можем использовать только одну версию Java, которая будет огромной, большой для того, чтобы писать, не знаю, сервера, чтобы писать на них мобильные приложения или делать софт для кофемолки, потому что в каждой из этих задач абсолютно разные требования, абсолютно разные нужны технологии и фреймворки. Собственно, из того, что есть в Java, это есть стандартная платформа, называется Java SE, это Standard Edition, она нужна для того, чтобы разрабатывать простые Java приложения. Это вот то, что, на самом деле, в обычной жизни пользуются для разработки. То есть, сейчас пойдем поговорим об этом дальше. Вот. Дальше. Вот та история, которая была популярна очень давно, сейчас, наверное, уже менее популярна. Это Java ME. Там содержится набор инструментов, библиотек и так далее для того, чтобы писать под мобильные телефоны, мобильные приложения. Это Micro Edition. Кто писал под телефоны Java? Серьезно? Ну, понятно. А кто через ME писал? А что сейчас популярно для разработки мобильных приложений? Да, хорошо. То есть, на самом деле, на старте это все закладывалось ровно для того, чтобы писалось, но такое бывает, что не срослось, поэтому ничего страшного. Собственно, дальше есть такая история, как Java Enterprise Edition, Java EE. Что это значит? На самом деле, Java EE это надстройка на Java SE для того, чтобы разрабатывать большие сервера. Там есть разные виды таких громадных продуктов, которые нужны только для сервера. Например, на самом деле не факт, что вы знаете, поэтому пойдем лучше дальше. Да, собственно, в этот момент мы понимаем, что с Java компилятором все становится ясно, когда мы скачаем саму Java, Java SE и так далее. Теперь мы, на самом деле, можем скомпилировать тот код, который мы написали. Давайте попробуем это сделать. Отлично. Для того, чтобы нам скомпилировать код, нам нужно... Кто знает, что надо запустить? Что? О! О! А кто-нибудь писал код не в идее? Что? Линкер. Еще раз? Линкер. Нет. Интересная история. Да, смотрите, на самом деле я вам очень рекомендую писать код на данном этапе нашего обучения не в идее, а писать его в блокноте и компилировать его руками. Я объясню почему. То есть, во-первых, это прикольно уметь это делать руками. Вообще все, что можно делать руками, это всегда хорошо. Идея вам уже, не знаю, через три, через четыре домашних задания уже можно будет ей пользоваться. Но базово это очень важный скилл уметь собрать самому какую-то программу. Это первая история. Вторая, на самом деле, на собеседованиях, допустим, в одноклассниках, мы даем человеку компьютер пустой. Ну, там нет идей, ничего, есть там Java. Мы говорим, типа, напиши код. Он пишет код, должен сам его скомпилировать, сам его запустить, там, докинуть аргументов и так далее. И вот если вы не научитесь запускать хотя бы из командной строки, на самом деле это довольно плохо. Вопрос? Что? Мавин и что-то запустить. Для того, чтобы запустить? Да. Мавин – это система сборки проекта. Нам, на самом деле, для того, чтобы скомпилировать один файл, нам Мавин здесь не нужен. Java. Файл. Что еще раз? Java. Ну, не совсем. Для того, чтобы нам, на самом деле, скомпилировать наш файл, нашу программу, нам нужно воспользоваться самим компилятором. Он в пакете JDK, JDK, на самом деле, называется Java. Это компилятор, который вы натравливаете на него файл, он его запускает и, собственно, компилирует. Давайте я напишу здесь, как это должно быть. Такую строчку нам нужно запустить в команду. Я могу? Давайте. Теперь мы запустим ее у меня в консоли. Вот. Супер. Мы сейчас смотрим на наш файл. Вот он лежит. Отлично. Вот. Ошибок никаких не выдал. Это значит, что компилятор Java скомпилировал наш файл. Что мы получим в итоге, кто знает? Что? Ну, байт-код правильно, да. Как это будет в структуре? То есть, вот мы сделали Java. Что должно получиться? Куда это положится? Как это запустить? Вот. На самом деле, если мы посмотрим, что получилось, у нас рядышком получается новый файл, который называется HelloWorld.class, который на самом деле является байт-кодом. Вот. Это такое промежуточное звено между тем, что мы исполняем и то, что мы компилируем. Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Вот. Но базово именно этот файл мы должны запустить .class для того, чтобы получить какой-то результат от нашей программы. Давайте его запустим. Как нам запустить теперь его? Как вы думаете? Что? Да. На самом деле, нам нужно теперь запустить то же самое, только утилитой Java. А что дальше? Просто название HelloWorld.class без расширения. Да. Почему без расширения? Да. На самом деле, все довольно просто. Мы запустили, получили то, что мы захотели. Да. На самом деле, в точке в файле класс лежит весь байт-код. И когда мы запускаем, уже сам, так сказать, исполнитель этого кода, байт-кода, он сам понимает, что наш код лежит .class, забирает оттуда, вызывает функцию main и уже нам ее показывает. Показывает его результат. Вот, собственно, в итоге это выглядит вот так для тех, кто потом будет смотреть дома. Так, хорошо, давайте теперь что-нибудь попишем на доске. Повеселее. Так, давайте решим какую задачу. Кто вообще не знает Java? Поднимите, пожалуйста, руки. Вообще не знаешь Java? Супер, пойдем. Это же отлично. А C++ знаешь? Ну, ничего страшного. Это нормальная история. Блин, Серега забрал у нас все. Так, давайте теперь сделаем очень простую историю. Давайте теперь напишем код, который берет первый аргумент, который мы передали, и добавляет к Hello World его в конец. То есть у нас есть строка Hello World, нам нужно сконкатинировать ему первый аргумент. Могу убрать, чтобы не мешало? А могу оставить? Давай. Когда мы сохраняем файл Hello World.java, мы это должны сделать для каждого класса отдельно, или можно как-то пару классов? Да, да, ты имеешь в виду, что если у тебя внутри класса есть еще один класс? Не-не-не, если в одной паре есть несколько классов. Так нельзя. Если класс в классе. Да. Да, на самом деле есть соглашение о том, что в рамках одного java-класса у тебя есть только один класс. Вот. Получается, если у тебя внутри... Вот давайте, смотрите. Мы что сделали? Мы запустили компилятор, да? Получили Hello World.java.java. Да. Как вы думаете, что будет, если внутри класса будет еще один класс, и мы запустим на верхний класс компиляцию? Что мы получим? Какие класс-файлы? По отдельности? Нет. Одним файлом? Ну а сейчас один-один. Кто еще, какие еще есть варианты? Ну? Давайте проверим. Проверим? Да. Супер. Вот самый приятный. Как назовем класс? Тест. Давайте тест. Супер. Теперь компилируем. Давайте я удалю класс. Все, у меня ничего нет. Теперь скомпилируем. Вот, на самом деле да, там создастся два класс-файла под каждый класс, что есть внутри. Вот. Потому что, на самом деле, типа, это отдельная сущность. Поэтому, если у вас там куча классов, то будет просто куча класс-файлов, которые в дальнейшем будут исполняться. Так, чего у нас тут? Да, отлично. Теперь нам нужно сюда прибавить первый аргумент. А есть ручки? Можно посмотреть где-нибудь? Еще в этом автобусе есть. О! Так, первая попытка неудачная. А это выглядит хорошим. Теперь нам нужно сюда прибавить первый аргумент, который мы передали. Плюс можно? Да, на самом деле, плюс. То есть, мы, на самом деле, в Java умеем плюсовать строки. Вот, когда мы возьмем AB плюс C, что мы получим в итоге? Да, супер. На самом деле, мы получим ABC. Вот, поэтому, типа, вот сюда мы можем тоже добавить первый аргумент, который есть. Где он лежит? Да, VARX. Какой он был? Первый. Первый, да? Нулевой будет? Какой будет первый аргумент? Нулевой. 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 Да, закрываем. Угу. Супер. И закрываем эту. Да, какая здесь есть проблема? Никто не видит, что происходит? Никто не видит. Ну что ж, так плохо. Ладно, давайте смотрим на доску. Вот у нас сейчас такой код. А, нулевой аргумент это не наш аргумент, это что-то другое. Вот у нас сейчас такой код написан на доске без теста. В чем здесь проблема? Ну то есть, в чем мы берем? Мы печатаем строку hello world и прибавляем к ней, конкатенируем первый аргумент, который мы передаем там откуда-то, допустим из консоли. В чем здесь проблема? Что будет? А что здесь за первый аргумент? Кто считает, что первый аргумент имя файла? Молодцы. А кто нет? Все остальные? Твоя версия? Давайте запустим. Будем сегодня запускать. Вот мы скомпилировали этот файл. Вот, теперь что нам нужно сделать, чтобы запустить? java hello world. Ну и передадим там аргумент. Например, 1. Хорошо, супер. А если мы туда ничего не передадим? Да, на самом деле будет ошибка, ровно потому, что если нет первого аргумента, то к массиву некуда обращаться, вылетит известный exception array of index bound exception, о которых мы поговорим чуть попозже. Но базовая история в том, что у нас не как все предусмотрены, что первый аргумент у нас имя файла, здесь у нас имя файла уже есть, потому что вы точно можете понимать откуда его брать, поэтому передавать его еще в аргумент не имеет никакого смысла. Во-первых, мы можем и в рантайме их забирать, и вообще в целом, когда мы пишем имя файла, нам понятно. Хорошо, спасибо. Так, давайте кто-нибудь, давайте, есть еще одна задачка посложнее. Кто хочет? Чего? Давай. А может, ты на ноуте будешь печатать у меня, чтобы я не парился? Я вот так все сделаю. Давайте решим следующую задачу. У нас в аргументах, первым аргументом передается число, вот нам нужно его возвести в квадрат. Нам на вход подается, то есть у нас в args 0 будет лежать число, нам нужно возвести его в квадрат. Да, потому как и где все-таки писать вот эти вот круглые скобки. На самом деле в Java принято соглашение о том, чтобы мы пишем круглые скобки на этой же строке, над которой они логически относятся. Ну, например, в C++ принято переносить ее на другой, получается такая структура. Здесь принято оставлять ее на той же самой строке. Продолжение следует... отлично что мы делаем дальше хорошо да ты сразу печатаем давай давай нам ничего не надо писать внутри нам нужно распечатать число умноженное на себя чем проблема что еще раз да то есть на самом деле нам подаются если мы подадим на вход число в качестве аргумента она у нас будет строкой вот да 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 конечно аркс 0 это число которое мы хотим возвести в квадрат вот на самом деле это реально проблема ну как проблема то есть то что у нас что нам сделать надо какие у нас есть варианты для того чтобы перегнать число точнее строку в число что еще раз как это сделать если мы предположим что мы просто не знаем никаких таких функций просто как это сделать вот у нас просто есть синтаксис условный есть там операции плюс-минус еще что-то как нам это сделать так не сработает что что такое минус ноль вычти ноль от чего от строки ну смотрите да у нас на самом деле задача состоит в следующем у нас вот есть число там пятьсот шестьдесят ничего видно стоит там число пятьсот шестьдесят пять как строка вот нам нужно перейти в пятьсот шестьдесят пять типа int вот как нам это можно сделать да не знаю никаких встроенных функций там у интеджера класса и так далее которые бы а когда автоматически перегорят нам строку в число есть вариант да нет никаких методов есть только здравый смысл да супер вот да ну да то есть на самом деле мы можем пробежаться по строке взять каждый ее символ да что дальше надо сделать ага а со самим символом что делать вычесть его код но да на самом деле вот все ровно так что нужно сделать нам нужно то есть если мы представим что у нас так есть там таблица в который каждой 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 букве там каждому чару да есть его символ в рамках того как он мэпится на на числа вот получается если у нас есть символ 5 и мы знаем его код и знаем код символа 0 то если мы отнимем от одного другого мы получим расстояние ровно в 5 для этого нам тоже символы знать их коды реально не нужно поэтому чё нужно сделать давай мы уберем аркс 0 сделаем там 0 просто нет просто теперь нужно запустить цикл по строке нечего кто знает как ее узнать а это функция то есть нам нужно это брать как функцию или нужно просто брать как поле в аркс 0 как поле или как функцию а почему почему есть различия да на самом деле смотрите если у нас есть массив то есть вот вот если мы берем длину массива аркс у него у массивов как у структуры внутри помимо элементов есть поле видео длины то есть аркс точка ленг без скобочек вернет нам длину массива вот для строк это не так работает для строк есть функция лент которая имеется ввиду функция да то есть нужно писать скобки которые наверно длину посчитает ее здесь нужны скобки потому что эта строка если бы это был просто массив там это не нужно дальше супер да вы че что хорошо хорошо в джаве есть оператор называется char add он берет у строки и ты символ вот то есть никак все плюс плюс того что у вас там строки равны массивом массивы равны буквой там здесь все довольно там сказать так сказать ну у тебя аркс это массив тебе нужно взять строку нуля . вот теперь вопрос мы там минут 20 назад говорили о camel case который означал что если у нас есть слово которое не договорил но да правильно дальше что мы должны взять да давай мы этот символ занесем в какую-нибудь не знаю какую букву ну в какую переменную для удобства число или в символ так объяви здесь же ну пусть ничего страшно или страшно это ну смотри а зачем мы его объявляем давай скажем какие у нас дальнейшие действия вот мы вытащили каждую букву что он с этой буквы нужно делать чему добавить да супер как нам как нам преобразовать ее в int чё о чём говорили char add нет мы достали символ типа char то есть у нас раньше была строка с двойными скобочками блин плохо что не работает то есть у нас на самом деле раньше было с двойными скобочками число там 5 когда мы сделали char add мы получили в одинарных скобочках это тип char не работает нет не в си плюс плюс нет все хорошо да мы сделали теперь давай мы возьмем вот этот символ который ты взял от него отнимем ноль только не ноль а символ нуля да да вот на самом деле вот здесь вот мы получили из символа конкретную цифру да что здесь не так вот вот после такого выбора вот после того как мы пробежим по строке я не знаю типа 1 2 3 какой результат здесь будет да мы получим сумму цифр мы получим 1 плюс 2 плюс 3 а нужно получить число 123 давай да вот когда хороший вопрос хороший вопрос вот когда мы делаем операции над ними они как раз таки получаются уже числовыми значениями мы можем заниматься операциями плюс минус в чаре но типа использовать его просто как использовать как им там не разрешено а почему на и плюс 1 ну хорошо если будет первый символ ну давай посчитаем через получится у тебя число 123 в строке вот ты возьмешь цифру 1 что получишь что из длины строки тогда посчитаем что получается нет чего не ну ты возьми просто хорошо допустим ты за эти числа 123 давай возьмем цифру 1 ну типа чар 1 что будет тебя получится здесь 1 ношу на 10 получишь 10 это должен получить 1 как можно это исправить на 10 степени и а где у кого как у нас степень делается не мы не знаем никаких функций мы договорились да не проще это единственный выход когда мы ничего не знаем еще раз повтори пожалуйста ну не дописываешь а плюсуешь на самом деле тебе нужно написать здесь что у тебя number при каждом твоем проходе умножается на 10 вот смотри давай а у нас здесь умножается нет сделай плюс плюс number умножить на 10 а теперь давай посчитаем что получится вот у тебя сначала 5 6 5 6 4 число вот на первом проходе когда ты возьмешь пятерку что у тебя получится в number ну тебя number был до этого 0 он умножится на 10 будет 0 здесь будет пятерка все хорошо идем дальше проход следующий у тебя шестерка ты берешь у тебя пятерка умножается на 10 так как 5 у тебя сохранилось да у тебя получается 50 и ты приплюсовываешь шестерку у тебя будет 56 получается ты берешь дальше четверку вот умножаешь 56 на 10 получается 560 добавляешь четверку получается 564 хорошо теперь давай распечатаем его зачем а да разведи в степень да умножь себя на себя можно ли сделать это в операторе да запускай теперь запускаем почему 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 как нам аргумент передать в чем разница между задания вот в кавычках и без них будет работать что что получилось что он выдал холлорк 231 почему так это похоже на старый код на самом деле просто старый код почему-то это старый код ну да а может удалить ну давай посмотрим кажется ты просто не сохранил давай еще раз выявится правильный ответ выявится правильный ответ или то же самое что было в вашей ставке правильный ответ давайте посмотрим я хочу попроще я хочу попроще чтобы проверить да отлично на самом деле все правильно молодец вот получается на самом деле если посмотреть на этот код если посмотреть на этот код то он довольно показательный что не всегда нам нужно что-то уметь в рамках языка иногда можно просто включить здравый смысл немножко чуть-чуть подумать и на самом деле для того чтобы решить какую-то такую задачу не всегда системные функции нам могут понадобиться но в целом лучше конечно пользоваться ими потому что когда вот вы будете писать код там с кем-то для кого-то либо там со своими друзьями и так далее вот если в рамках такого в рамках вашего большого проекта будет куча таких вот непонятных каких-то форов каких-то странных действий вот хотя на самом деле всю эту штуку можно было заменить а кто знает как можно вообще решить это там не знаю одной строчкой давай напишешь? ну давай можно вообще одной строчкой решить или нет? да, можно все нет? а кто сказал нет? нет? любой кусочек нет? любой кусочек нет? ну да, давай давай посмотрим скомпилируется нет? что такое value of? ну ну мы приедем туда в штуку и получаем прочтение типа double угу угу что тебе отменить надо? отменить скоп и еще раз ставить просто то же самое или угу 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 а кто знает что такое класс double? класс обертка что такое класс обертка? а здесь еще не обертка? ну есть примитивы угу окей а вот что можно сказать потому что написано double точка value of вот что мы можем сказать просто увидя вот это про метод value of он статический почему? ну мы вызвали да вот на самом деле тот статик который мы писали это история про то что мы для того чтобы нам вызвать метод value of просто обращаемся к конкретному классу нам не важно есть у него экземпляр или нет а вот после того как мы сделаем что получится? тоже статичная переменная какая-то или что? ну получается переменная не подавляет ну запускай чего скомпилит опять как получится а да точку запятой поставил команда Команд запускаем да супер есть еще более просто решение какое-то? ну В одну строчку. В одну строчку? Ну да. А, так нет, возвести это в квадрат все равно нужно будет. Точно так же множиться. А можно без операции множения еще какой-то встроенной функции? Макбол. Да, хорошо. Да. Что мы сделаем? Давай уберем. Там есть причина, на самом деле, я вот, к сожалению, не помню ее, но там для того, чтобы внутри этой штуки можно было писать какие-то... Что? Да, точно, вот она. На самом деле, просто смотрите, если мы напишем вот так вот, то у нас, получается, будет вот такая строка. Вот. Если мы напишем вот так, то строка будет у нас просто 11. То есть здесь у нас строка, которая вместе с пробелами, а там без. Спасибо. Так, отлично. Пойдемте тогда дальше. Вроде код пописали. Да, задание будет гораздо сложнее этого, вы не переживайте. Это такая совсем ознакомительная история. Вот. Но в целом, вот, если вы такое умеете писать, то это, на самом деле, неплохо. Если не умеете, то начинайте писать. Вот. Если не получается, подходите ко мне, напишем это все вместе, расскажем, объясним и так далее. Давайте теперь чуть-чуть поговорим вообще в целом о той огромной махине, с которой мы работаем. Вот получается, Java позиционирует себя как язык программирования, когда мы пишем один раз, да, и потом можем запускать где угодно. Вот эта вот история работает только тогда, когда у нас есть некая прослойка между тем, что мы пишем и тем, что мы исполняем. Вот что у нас в компьютеры вообще исполняют? Как эта история называется? Вот в самый нижний уровень. Еще раз? Машинный код. Еще раз? Машинный код. А там? Поличный. А чем отличается? Ничем. Хорошо. Или отличается? Да, хорошо, смотрите, там, предположим, что, да, типа, машины исполняют машинный код, и вот получается, что он сильно разнится между тем, что исполняют разные операционные системы. Ну, например, то, что мы там пишем под Windows, там, допустим, на C++, вообще не факт, что скомпилируется под другой операционную систему. Вот в Java такие проблемы попытались решить следующим путем. Путем ввода такого очень промежуточного, такого промежуточного лейера, так сказать, промежуточного, даже не знаю, как сказать. Да, промежуточного слоя, в который тот код, который мы пишем на понятном языке Java, транслируется в байт-код, который в дальнейшем специальной Java-машиной исполняется. У меня, по-моему, здесь есть картинка, давайте посмотрим. Да, вот, типа, что такое, вообще, что такое сам по себе байт-код? Байт-код – это тот же самый набор инструкций, он чуть-чуть отличается, точнее, он сильно отличается от того, что там есть машины инструкции. Это чуть-чуть более такой высокоуровневый код, который умеет исполнять, там, типа, софт, который занимается байт-кодом. То есть, в данном случае это JVM. То есть, процесс разработки выглядит следующим образом. Вы пишете код, потом нажимаете «компилировать», получается, в класс, там, типа, файл точка класс, который как раз себе содержит ровно его, чтобы потом, когда мы запустили командой Java, Java-машина берет все эти инструкции и начинает исполнять. Вот, вообще, как это выглядит, весь этот байт-код? У нас каждая инструкция – это один, ровно один байт. Вот, всего у нас, там, ограничение, получается, если у нас байт-256 инструкций. Понятно, почему 256? Почему? Да, 2 восьмой 256, и сейчас, на самом деле, занято всего порядка 200 штук, и добавлять какие-то новые истории не очень, ну, типа, не имеет никакого смысла, так как почти наверняка можно, там, тем, что есть, решить все наши текущие задачи. Вот, выглядит это следующим образом. Вот, предположим, у нас, предположим, у нас есть код, код довольно простой и понятный, у нас есть два цикла, один, там, до 1000, второй до него, вот, проверяется на то, что, там, один делится на второй без остатка, если так, то переходит, вот, в, так называемый, аутер. Вот, как эта штука называется? Ты знаешь, что такое go to? Да, вот, на самом деле, это история про метки, я бы не сказал, что это, типа, супер, супер правильная история, но, там, для того, чтобы было понятнее, наверное, здесь. Вот, ну, и дальше это печатается, вот, на самом деле, в жизни байт-кода это выглядит следующим образом, вот, если там почитать, на самом деле, все довольно понятно. Вот, мы загружаем константу номер 2, это, собственно, вот эта история, потом дальше, что это значит, как вы думаете? Что сохраняем в память? Что в память-то сохраняем? Что такое перемена номер 1? Что? Это и? Да, дальше, вот, что, сипуш 1000, ну, понятно, мы, там, кладем на стек 1000, ну, и так далее, то есть, потом, вот, дальше происходят какие-то действия, и вот, там, тот оператор go to, который, там, перекидывается дальше, и все начинает исполняться по тому, как написано здесь, и вот, получается, здесь еще в комментариях довольно удобная история, показано, что каждый из них, там, типа, 84-85, каждый из них куда ссылается на какие-то другие истории. Вот, получается, что, чем эта штука удобна, тем то, что мы, четко договорившись, какие у нас есть инструкции, мы, четко договорившись, как мы их исполняем, можем написать несколько разных реализаций, там, виртуальной машины под разные платформы, и их просто использовать. Ну, собственно, с Java это ровно так и работает. То есть, мы пишем такой код, который компилируется в такую историю, дальше, неважно где, если у нас есть правильная Java-машина, которая отвечает всей спецификации, а спецификация Java-машины, это, на самом деле, очень сложная история, она очень большая, вот, но если она удовлетворяет всем условиям, то мы можем без проблем запускать тот код, который пишем. Вот, собственно, я говорю про GVM довольно много, собственно, это, если, так сказать, тезисно, это, собственно, одна из самых основных кор вещей всей GRE, о которой мы говорили ранее, которая умеет его исполнять, и, собственно, это один из главных компонентов, если его нет, то точно ничего не заработает. Вот, если прям говорить еще чуть-чуть глубже, вот, то это выглядит следующей историей. То есть, вот здесь вот у нас есть, вот, на самом деле, это вся структура GVM, кто-нибудь видит на сюда что-нибудь знакомое? Что ты видишь знакомое? Что? Регистры, хорошо. Регистры – это хорошо. Что еще? Куча? Что такое куча? Это область памяти. Область памяти. А это область памяти где? Оперативной памяти. Да, хорошо. На самом деле, все объекты, которые мы создаем, вот, на самом деле, прям вообще все, они попадают в хип Java машины, то есть в память, которая выделена специально для того, чтобы туда клались все наши данные, и мы оттуда их доставали. Вот здесь она подразделяется на кучу разных историй. Это вот там вся память. Есть там память под методы, под просто данные и так далее, и так далее. Есть там под нативные методы. Кто-нибудь знает, что такое нативные методы? На каком? Ну, например, да, то есть на самом деле мы можем очень-очень просто, довольно просто вызвать из Java какой-то код на плюсах, который потом может уйти в среду плюсов, там выполнится, вернуться обратно. Вот, собственно, дальше мы, там, есть история про то, что мы пишем, потом история про то, как это загружается, потом как это попадает в память и как это экзекьютится. То есть на самом деле GVM, она вот здесь вот, когда мы прошли вот эти вот все круги, загрузки, там, линковки, расположили все по памяти, по регистрам и так далее, оно попадает все сюда, где уже начинает исполняться в тот код, который присущ этой операционной системе, и там, этому процессу и так далее. Вот, GVM, эта тема на самом деле очень интересная для тех, кто вообще, может быть, любит копаться внутрь. У меня есть там какие-то, так сказать, хорошие книжки того, где это можно почитать. В целом, GVM не является там нашим фокусной темой в рамках курса. Это уже совсем прям, совсем низкоуровневые истории. Но в целом понимать сверху то, как это работает, на самом деле нужно, потому что вот вам это, на самом деле, позволит понять всю широту того, как этот язык программирования живет. Вот, да, на самом деле у меня все на сегодня. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok